Сельские истории Сельские истории Сельские истории А что вы здесь делали в этом образцовом хозяйстве? Работала сначала дояркой, потом телятницей до пенсии. И муж работал на ферме с лесарем. А дети ваши здесь или уехали? Нет, уехали. Здесь все, отсюда все уезжают. А приезжать не приезжают новые? Приезжают новые, кому идти не надо. А здесь что, есть свободная квартира? Пока есть однокомнатные. Три, по-моему, или четыре однокомнатных. И ведь что отрадно, в домах и газ, и вода. Все как в городе. Только эти блага цивилизации появились здесь давно. Еще в 70-х годах прошлого века. Здесь к ним многие привыкли. Но многим они оказались и недоступны. Среди них и Лариса. Я приехала в 82-м году сюда. И один раз косметический ремонт сделали. Всего побелили потолки и стены. И чуть покрасили в одну рядку. В один раз краска. И все. Больше ремонта никакого не было. И как же вы справляетесь? Сами что-то делаете или ждете? Ну вот, кто собирается, скидывается. Сами ремонт в подъездах делали. А теперь непонятно, у кого приватизирован, у кого не приватизирован. У меня 18 лет отработано. Хотя я и давно здесь живу. Но отработала только 18 лет. Приехала 37 лет сюда. Мне уже не положено приватизировать. Кто 20 лет отработал. Мужья не в учет, что они отработали. Тоже муж 18 лет отработал, умер. Лариса, несмотря на то, что живет в Похвальще недавно, называет себя приезжей. По большому счету, здесь практически все приезжие. Поскольку деревня образовывалась вместе с колхозом. Вот в свое время народ и потянулся сюда. Ведь Похвальщине предлагали и работу, и главное – жилье. А что сейчас? Тишина. Клуб хотят закрыть. Вот наше руководство. А что там сейчас в клубе есть? Ну, вот человек работает с детьми. Концерты. Проводит всякие юбилейные какие-то. Им литературные вечера проводят. Литературные встречи. Дискотеки. Воробьиная детская. Взрослая дискотека. Ну, куда-то надо. Больше нет ничего. И видите, какой клуб-то. А внутри там вообще завал. Там хуже, чем на ферме. Денег не дают. А молодежь чем занимается в свободное время здесь? Бегают, пьют. И все. Нечем заняться. Абсолютно нечем заняться. Активистов нет здесь у нас. А с властями как отношения складываются? Обращаетесь к ним? Помогают каким-то образом? Да нет. Денег нет. Весь разговор. Денег нет. Магазина нет. Это ларек частный. Ни ценников. Ничего. Весы закрытые. Фрукты наложены. По самое некуда. Мы не видим, сколько нам взвесили. Какой вес. Обманывают ужасно. Частный ларек. Магазин закрыли. Зачем-то и разобрали. Все. Садика нет. Школы нет. Так что рядом с городом живем, а как будто в глуши. Ничего нет. Сельские истории. Немного грустное впечатление от рассказа Ларисы скрасил весенний щебет птиц. Звук раздавался из куста возле магазина. При этом самих птах я не увидела, так что получается я встретила поющее растение. Шучу, конечно. А вот еще один мой новый знакомый в Похвальщине. Знакомитесь. Зовут его Валерий Ильич. В Похвальщине живет с 2005 года. Раньше жил в Азии и работал инженером в автохозяйстве. Он рассказал мне свою историю. А почему приехали именно сюда? А дети, потому что здесь. А то бы я остался в своей Средней Азии. Там тепло. А как здесь? Не холодно, не мерзнете? Ну, уже привык. А дети чем здесь занимаются? Работают. Мой сын сейчас работает в Питере. Не в самом Питере, а там в районе работает. Дочка тоже жила в Питере. Сейчас уехала со своей дочкой в Америку, потому что она учиться уехала. А вы с кем здесь остались? Один. Хозяйка была, умерла. И чем занимаетесь? Чем? Огородом. Плохо, что местные люди не очень кто-то стараются что-то выращивать. Почему? Ну, вот из Питера едешь сюда, это, в Псков. Все поля зарастают, некому обрабатывать. А вы что выращиваете, кто вам помогает? Ну, все, картошку, лук, чеснок, капусту, все, что требуется. Здесь местные как вас приняли, когда приехали? Неплохо. Правда, в Питере, когда у дочки я жил, некоторые люди, ну, не коренные, а которые приезжие, там, с Вологды, там, или откуда-то, так, просто смотрели. Вот, понаехали, вот так. А вот здесь, допустим, хорошо, в деревне. А друг с другом общаетесь, помогаете друг другу, или каждый сам по себе еще живет? Вы кого имеете в виду? Ну, соседей, там, друзей завели здесь, нет? Помогаем друг другу, да. Соседи у меня хорошие. Я-то занимаюсь этим чельским хозяйством, ну, для меня это ново, потому что погода не так, как в Третьей Азии. Я все у них спрашиваю, узнаю. А вам сколько лет? Мне много очень. Как это, кто говорил, два по сорок, еще плюс пять. И откуда силы берете, чтобы в вашем возрасте еще сельским хозяйством заниматься? Кто? Силы откуда берете, чтобы сельским хозяйством-то заниматься? А, силу дают мне внуки. У меня их, вот, у сына четверо сыновей, два правнука есть. Только вы богатый. Вот, я богатый, да. Вот они мне дают силу. Сельские истории. После знакомства с такими людьми, как Валерий Ильич, хочется буквально горы свернуть и все-таки верить в светлое будущее. Если вам, наши дорогие радиослушатели, есть что рассказать, звоните мне по телефону 62 92 90, обязательно пообщаемся. А ваши сельские истории, как всегда, станут частью истории нашего родного края и, конечно, нашей программы. А прямо сейчас по традиции звучит песня. Сегодня она для жителей деревни Похвальщина Псковского района. А я прощаюсь, через неделю расскажу еще одну сельскую историю. У дня любого столько разных дел. Дела, 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 есть ли им предел, И жизнь кипит, и дел не отложить. Жить, радуясь, лишь это смачит жизнь. Идет малыш под добротой небес, Распахнет для принятия чудес. Он прыгает и грозит на лугу, Мир целый открывая на бегу. И день в красе своей не повтори, Раскрытый в улыбках, в красках перед ним, Ликующий природ и волшебство, Все для него сегодня, для него. Идет малыш, не знающий беды, И на земле легкими его слепы. Родители с него не сводят глаз, Счастливый день и час. Ты солнце его светом окропил, Ты время его корни укрепил. Земля, будь твердой, Небо чистым будь. Ребенок начал на земле свой путь. Идет хозяин завтрашнего дня, Носитель негасимого огня. Так пусть его повсюду радость ждет, Ребенок по большой земле идет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова